Продолжим сегодня нашу беседу небольшую. Спасибо Игорь, что согласились еще раз поговорить. Может быть что-то можно было и побольше спросить, но я понимаю и все понимают, что вы как человек, участвующий в боевых действиях, и скоро вернетесь туда, что говорить обо всем смысла и разрешения никто не давал, скажем так. Поэтому идет натуральная война, гражданская война, и понятно, что не болтай, как говорили раньше на плакате военных, помнишь? Есть момент. Есть момент, да. Но в рамках такого общего идеологического поля, которое мы пытаемся тут создать, я хотел бы спросить у вас, вы как человек, видевший все эти вещи своими глазами, постоянно за этим наблюдающий, и, конечно, парень, парень, ты умный, я так понял, сразу видно. Вот рассуждающий, думающий. Вот смотри, вот мне интересно, всегда смотрю за этим конфликтом, и смотрю много материалов, стараюсь просматривать, думать, анализировать, и вот как вот на твой взгляд, вот есть такое мнение среди такой патриотической среды, скажем так, может быть, ура патриотической, как ее называют, или как, ну, бог с ним, патриотической среды, которая говорит, что вот надо было идти наступлением там, и так далее, и так далее, но остановили. Ну, есть мнение, оно имеет право быть. Ну, и понятно, про что я говорю, это иногда задержали этим белорусским договором, и так далее. Ну, это да, есть такое мнение, и среди, конечно, воюющих ребят, среди наших тоже, и, наверное, обидно капитально. Ну, вот я прошу тебя вот подумать вот так вот объективно. Вот смотри, представим такую ситуацию, что начали бы развивать наступление. Как ты думаешь о населении Украины? Насколько готово воспринять, принять вот это вот наступающих ополченцам в Юго-Восток? Ну, на тот момент не готово было. Оно нужно было, потому что люди все-таки, если бы сделать наступление, мы бы были действительно захватчиками с какой-то стороны. Хотя тут тоже, опять же, с какой стороны смотреть. Мы не захватчики, мы не согласившиеся были с переворотом в Киеве, с этим. Ну, вот, то есть, ну, как бы мы полно имеем право, так же самое, как и произошло в Киеве, мы полно имеем право не согласиться и сделать же такой же сценарий, как они провернули. То есть, с одной стороны, да, а с другой стороны, учитывая то, что у людям, телевизором промытые мозги на то, что мы там, Капитан, тетушки, эти гопники, там, собравшиеся за какие-то монеты там, и воюющие, конечно, они поверили свято в это тогда. На тот момент нельзя было. Если бы перешли с наступлением, шли бы сейчас по городам, и до Львова, и куда дальше, конечно, мы были и агрессанты. На данный момент... В глазах населения? Конечно, конечно, да. Это понятно, это сейчас мне. Я тоже тогда был недоволен, очень, потому что хочется и домой. Я не просто так говорю, понимаешь? Потому что есть такое мнение у некоторых специалистов, которые говорят, что если бы мы начали развивать наступление, к нам бы присоединялись и присоединялись и присоединялись, и по-друге подкоплялись. А те, кто... Насколько это объективно, реально? Те, кто был с нами, они остались с нами. Они как бы и сейчас будут присоединяться. Понятно, что это стоило, это остановка многих жизней Донбасса, людей. Есть историческая территория Новороссии, где, конечно же, преобладающее русское население, с более пророссийским взглядом. Но переходишь эту территорию, это чувствуется? Туда дальше, да, присутствует. Присутствует, да. Потом, наверное, потому и конфликт, потому что это межа между русским народом и Европой, там и туда-сюда, да. И они заставили себя определенную часть вот этого вот, в принципе, исторического русской территории назвать себя украинцами и пойти в это. Вот тогда уже нарассказывали, нарассказывали. Народ же как им, как овцы смотрят, и что говорят, значит, так и есть. А ну, может, не все-то и согласились с этим, но все равно кто-то схалал. У многих же здесь родственники на Украине, многие общаются, и я общался с родственниками, это же колоссальный какой-то сдвиг в мозгах. Я вот, например, не верю, что вот сейчас, на данный момент, если бы ополчение пошло на территорию Украины, то все бы там принялись с радостью. По-моему, началась бы настоящая бойня. Такая же партизанская война, тоже бы уже с обратной стороны. Да, она будет все равно. Партизанская война, почему мы и говорим, что война. Самое настоящее дикое поле, где на Тачанках в свое время махнул, там, сгоняли друг друга всякие банды. Да, ну, наверное, так и будет приблизительно. То есть, по настроению, кто там махнул, все равно есть недовольный, и плюс прошел период времени, и дальше наваливается, программирует, запрограммирует, все равно будут эти партизаны, которые боятся, открыто боятся они воевать. Хоть я тоже так считал, на первых порах, по горячке, что да, 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 вот Мариуполь туда-сюда, а сейчас, вот так вот оценивая, может быть, и правильно, что остановили? На тот момент, да. Сейчас, ну, я думаю, даже уже пора, потому что с Харькова мне, друзья, пишут, скоро есть бизнесмен. То есть, бизнесмен, сейчас, он говорит, скоро есть не будет чего. На него работало больше 30 человек. Это радует, что хотя бы вот... Сейчас они понимают, что уже все, уже дальше некуда, в принципе, но хотя они будут и дальше катиться, понятно, что это еще не конец, и как бы там еще не все понимают, что это не конец. Сдвиг в Москве все-таки происходит? Происходит, да, конечно, уже ждут, уже кто-то там, да, когда же вы хватит, там уже задолбали, ждать мы здесь. Это происходит, да, я думаю, что пока сейчас будут освобождаться территории Донецкой и Луганской народных республик, это все равно пройдет время, даже может месяц, может даже два пройдет, неизвестно, как дела пойдут. Там уже люди взвоют, и то, что они с цветами будут встречать действительно уже ополчение, а может даже к тому времени, на что я надеюсь, будет внутри сопротивление, чтобы это будет и правильнее, если там кто-то начнет, потому что если мы сейчас придем туда с мечом, естественно, будет достаточное количество недовольных. Хотя в основном это какие-то формирования с малолеток, не соображающих, не знающих вообще истории. Я не говорю, что я там отличником в школе был, но в истории покопался чисто из-за интереса своего, было любопытно, как она что-то, как, понимаю. А молодежь сейчас, что опять же такие, сиськи, клубы, пиво, это популярно, вот сейчас мы с ребятами разговариваем, здесь вот, пивная столица, это они, они этим гордятся. Там происходит то же самое, человек 16-20 лет. Здесь, Новосибирская пивная столица. Ну да, да, есть тут. Пивнушек. Да, ну как это, чем вы гордитесь, что вы пивная столица? Скажите, мы вот что-то придумали, мы чего-то достигли в спорте. Ну они не понимают, что у нас есть академгородок, что там работает большая научная школа и так далее. Так же самое там. Там вообще это очень на таком уровне, в большом, что там тоже там более пиво интересно, чем кто же на этих землях был, что же происходило и как это происходило. фиолетовое люди. Ну скажем так, это, видимо, похоже какая-то деградация в мозгу. Да, да. Ну причем она, наверное, десятилетиями от развала Союза. И как бы и при Кучме было, я общался с людьми, которые россияне служили там в Крыму после развала Союза в 90-х годах. И когда там даже понавезли, это было сделано искусственно. Все, мы независимые, быстро в Крым навезли в основном людей из западных регионов, настроенных на русских плохо изначально, еще со Второй мировой, и раньше, да. И все, они там кричали, вон русских из Крыма, это было, это факт. Это помнят все, это было тогда. Присутствуют такие моменты, и они вот на протяжении вот этих 20 лет независимости, 23-х, это все происходит поближе к нам, к нам, к нам, вот подобрались к границам с Россией, в принципе. Ну там даже уже по большому счету, даже не в это, а во время грузино-осетинского конфликта, это реально показало, какую угрозу представляет себе вот этот украинский Крым, украинский, в кавычках, который в то время был, потому что в то время взошли 20 кораблей штатовских и практически блокировали наш Севастопольский флот, который и наша боевая единица и не могла вести нормальные боевые действия против, ну, до определенного момента, но не важно. Важно то, что потом американцы начали быстро-быстро готовить переход к Крыму, все равно, все-таки раньше это было. И если бы немного бы еще прошляпили, то там была уже, наверное, сейчас была бы украинская база. Ощутима была вот эта пропаганда, антироссийская пропаганда была ощутима, когда стал у власти Ющенко. Во-первых, каким он образом стал у власти Ющенко. И опять же, кучка пьяных за деньги с флагами, и опять мы как бы, ну ладно, вроде народ. Мы опять их послушали, отступили, ну, почти четыре года. Ну, то есть, жена американка, я изучал этот момент, откуда она, кто она. А вообще-то, как бы, родители у нее украинцы. Ну, в Канаде, дипломаты, да, оттуда-сюда. То есть, вот это действительно предатели родины, которые выехали за Бугор, может, ну, там завербован или как еще там, много, может. Ну, соответственно, все его подачи уже пошло массовое зомбирование. А как баба, конечно, она быстренько мужа обосновала, куда смотреть, куда лететь, кого почитать, там, Бендера, да, и сам у Западной Украины, он сам с такими настроями с детства. С детства, да. Все, о чем говорить. А, конечно, он стал у руля все, куда юг, в юго-восток Украины для него маловажно было. Это, конечно, колоссально потрясающий момент, что, учитывая то, что столько народу Украины полегло за освобождение Украины от фашизма, что вот остались вот такие вот настроения, остались такие недобитки, которые смогли развить вот эту идеологию и обратно всунуть вот это все. Да, ну, и как бы присутствует дальше, что там есть моменты, кто-то там боится, ну, кто-то замолчал, еще что-то, опять же таки, люди зашугали. Во-первых, во-вторых, не с чем сопротивляться им там. Спасибо, я получил ответ на вопрос, значит, мне вы кое-что подтверждили то, что я думаю. Еще один по ходу тогда вопрос. Вот смотри, как вот ты думаешь, вот есть определенный патриотический настрой в русских кругах, ну, и в русских кругах я подразумеваю в широком смысле, то есть русский человек, понятие более широкое, цивилизационное, то есть не этническое, узкое, но есть вот в этих вот патриотических кругах и узкие этнические круги, которые развивают узконациональный русский патриотизм. Значит, есть те, которые широкий смысл имеют, понимаешь? Есть люди, которые вот сейчас воюют в Новороссии наверняка такие, которые понимают советские смыслы, потому что ведь война проходила в советский период и очень много было под советскими смыслами тогда. Вот твое мнение какое вот среди вот таких вот патриотов, которые собрались там воевать в ополчении, а какое там примерно преобладает мнение про советское, вот про советский патриотизм или русский национальный патриотизм, как ты думаешь? Мне просто... Да, у кого как. У кого как, да, потому что у нас и старый млад воюет. И старый млад, старики в основном. Да, старики, да, кто-то там вспоминает, как оно было, как можно было, как происходило, вот там было хорошо. Молодежь более национальная. Молодежь более, да, вот русские туда-сюда, вот более современный вид патриотизма. То есть там по-разному бытует мнение, опять же таки даже внутри мы в подразделениях собираются компании там, где постарше, где помоложе, там кого-то спорт туда-сюда объединяет. Эти бои на Саур-Могилу, это же колоссальная вот эта передача смысла, то есть там же бои проходили, там же памятники стоят Советского Саур-Могилу. И парни так же бросались в эти атаки, воевали молодые. У меня друг с Харькова вот отставил Саур-Могилу, один из выживших, кто оттуда вышел, он моложе даже меня там на год, вроде два. Ну то есть, ну это не разница, конечно, ну вот. И знаю людей тоже с Харькова, которые воевали за Саур-Могилу, которые более к советским склонены. Ну то есть, здесь оно даже, я бы не разделял, советское не решено. Хорошо, что не надо разделять. И речь-то о том, что надо идею одну, надо сплачиваться всем вместе. Просто мы по-разному об этом разговариваем. Просто мы более по-современному. Надо понимать друг друга. Нет, понятия есть, нет, у нас там никто не гнется, что сейчас мы будем по колонам. Вот там на войне, вы друг друга поняли, потому что вы стоите плечом к плечу. А в России, я тебе вот уверяю, непонимание идет очень сильно. Ну потому что нету, опять же таки, пощечин. Нету пощечин и народу еда. Пока у меня есть, что покушать, а у него нету, мне будет там, например, неважно. Вот когда у нас обоих не будет, мы уже будем что-то пытаться объединиться и искать, потому что мы понимаем, что вместе мы сильнее. Вот нужно, пока всех не затронет этот момент. Оказалось бы, чего проще, надо, чтобы один понял другого. То есть есть советский период, но поймите, что там было и плохое, но ведь было колоссально много хорошего и великого практически, да. И советский там какой-то упертый прокоммуняк, он должен понять, что, извини меня, в русских цивилизационных смыслах заложены ведь старые основы еще и православные и так далее. То есть это тоже, я это не понимаю, друг друга не хотят, они не хотят друг другу проникнуть. Но я рад, что вот именно в боевых условиях, у нас, в условиях Новороссии люди друг друга понимают, поддерживают, истерят, что это значит. Конечно, у нас беда одна. У нас одна беда. Мы понимаем, что такое фашизм. Это вот с молодежью воюют те, кто помнит, что это такое. Ну сейчас как бы это уже не идет, мы там не с просоветской настрой по третьему счету, а мы сейчас вообще гоним с русской земли вообще, вот эту фигню черную, которая с запада тянется. Я недоволен был без войны тем, что они там двигали. У тебя правильно мозги были настроены. С сиськами этими самыми остальными. Да, ну как бы зачем это выносить и тогда просто, ну а сейчас это уже конкретно, во-первых, там религиозное затрагивать есть дочь два года. Да, конечно, ну как бы я понимаю, я не хочу даже чтобы... Воспитываю ее так, чтобы она меньше хлебала вот это западное, прихлебать это. Сначала нужно выгнать оттуда их деревья. Я в свое время своим запретил американские мультики смотреть вообще. Тоже, да, промыска. Ты знаешь, такой был эффект классный. Если их не смотреть и посмотреть со стороны, сидит такой человек, его смотрит, в нем смысла никакого. И все, он как, ну наяркий. Вот сейчас даже я заметил, когда как раз дочь родилась, я заметил, как она фильм, она не смотрит неинтересно, а на рекламу, вот так. Причем даже прибежит из другой комнаты, слышит, даже на звук присутствует. Да, и вот это вот на детей очень сильно действует. Нужно с этим бороться, потому что, я не знаю, почему она так туда заглядывает. С компьютером очень аккуратно. И с компьютером аккуратно тоже. Да, потому что для детей это капитально. Стараемся. Ладно, да. Привет своей дочери из Сибири передавай. Дойдем, дойдем, передождем. И жене. Значит, ну ладно, Игорь, я спасибо тебе за вот такие вот пояснения. И, может быть, знаешь, что еще попрошу? Может, ты в память своих погибших товарищей расскажешь о каком-нибудь реальном подвиге? Чем? Товарищи? Товарищи, да. Товарищи, ты знаешь, что там рассказывали? Напишут потом. Ну, расскажи что-нибудь, что запомнилось тебе в голове. Да, ну, у каждого по-своему. Мы же говорили уже, что подвиг реально должен быть провозглашен. Какие-то героические подвиги. Сейчас об этом как бы не думается даже. Еще их нет. Конечно, это все, ну, как это объяснять? Это все происходит по-другому. Это оно со стороны героических подвигов. Она для нас какая-то там... К сожалению, погиб недавно там человек, который прославился, да, в Луганской обороне, да? Бедного, да, да, человек тоже. Ну, как бы тоже сейчас рассказывать, какой был Беднов, ну, это рассказывать мне пора, перерассказывать. Да, то есть это действительно человек, сделавший много чего для Новороссии в целом, не только для Луганской народной республики. Ну, и таких моментов много, и тоже друзей много погибло, уже знакомых и моих. Тоже, к сожалению, происходят такие вещи. Ну, а героические подвиги, та же самая могила. Люди артиллерию на себя вызывали. На себя, не боясь. Сидели, терпели. И вышло семь человек, там несколько тысяч было в обороне. Чем они воевали, так это музейные экспонаты. Когда с той стороны было там этот. Ну, вот такие гереческие подвиги. Гереческие подвиги Славянск, Донецкий аэропорт. Семь человек, да? Ну, как песни. С этого, да, вышло. Их живых осталось только семь. Есть песню петь. Есть, есть такие моменты. Молодых ребят. Так что, ну, как бы они для, может, с какой-то стороны героические, а у меня там друзья погибли. Так что, ну, где-то что-то. Такие моменты. Это страшно, да. Да, пусть они, как бы, кто-то где-то со стороны смотрят и определяют героические этот момент или нет. Мы помним, главное, помним мы. Игорь, ну, вы не только выделитесь этим. Выделитесь, чтобы люди видели. А, Баре, тяжело разговаривать? Тяжело. Опять же, когда я приезжаю, вот сейчас я выехал за пределы. Надо выковечить их подвиг. Каждого парня. Я буду стараться это делать в музыкальном плане. Живо останусь, буду дальше нести. Постарайтесь все-таки их как-то фотографии размещать в сетях и так далее. Конечно, когда у нас мы несем какие-то потери, мы пытаемся распространить, потому что тоже кто-то знал, кто-то на гражданке знает. А почему тяжело? Потому что сейчас, во-первых, давно люди не воевали, чтобы у нас. Может, это там, да, Афганистан выезжали, да, Чечня там выезжали. Так кажется, ага. А когда все это видишь, кровь и смерть, это же вообще потрясающе психологически ударно. Мозги наружу, и все остальное, это, конечно. Люди не воевали, и рассуждать тяжело. Я в поезде ехал, я пока сообразил, что здесь по-другому все. Тяжело даже поговорить, что-то спрашивать. Это такие идиотские вопросы задают, бывает, что послушаешь, блин, и не знаешь, как на него отвечать. И уже ты его пока сел в поезд, проехал двое суток, тебе их задали 20, 30, 40 раз уже, ты просто не отвечаешь уже, сидишь, молчишь, и все, и не хочется даже разговаривать. Так что, как бы, тут такое, не понять, не понять гражданскому человеку, того, кто там находился или находится, а тот, кто видел, с тем можно пообщаться, как бы поделиться. Хотя бы, или был где-то в боевом действии, кому более приближено это все. Как разрывается снаряд, как отлетает рука чья-то, и находишь еще, ну, короче, такие моменты, много чего. Не пойму, даже сейчас расскажи, какие там печальные вещи происходят, даже с этим бедном. Это достали, я с ним 31-го числа фотографируюсь, перед Новым годом, мы все, поздравляем друг друга, желаем в Новом году. Ну, то есть, его охрана, это такие же пацаны, как мы все солдаты, мы пообщались тоже, пообнимались, поулыбались, утром 1-го числа вот такие вот, ты приезжаешь, а там угольки лежат. Я видел, ребята, которые пришли с этого места, они же разместили все это. Все. Как, как? А человек даже на гражданке, он на фотографиях посмотрел, ну да, стрёмно. А собирать это все в мешки, это другое. Что? Вот так вот. Спасибо, Игорь, вам за то, что вы побывали у нас в Новосибирске, за то, что поделились, и дай Бог вам заехать еще не раз сюда, и дай Бог вам все это Друзья у меня здесь есть, пережить и остаться человеком с высокой буквы, которым вы себя так и обозначили с молодости. Спасибо вам еще раз, от всей души. Не за что. Спасибо.